МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Богатая страна Катар вкладывает средства в наиболее крупные и амбициозные проекты современности, одним из которых является искусственный остров Жемчужина. Развлечения катарцев, ставшие традиционными и народными, такие как соколиная охота или верблюжьи гонки, тоже трудно назвать малобюджетными играми. В этой второй части нашего рассказа о Катаре вы узнаете также о старинном рынке Саок-Вакив и о многом другом. Жемчужина Катара в Дохе. Роскошный жилой комплекс, строящийся на искусственном острове у побережья Восточного залива. Остров площадью 4 квадратных километра. Представляет собой 32 километра нового побережья, застроенного частными виллами, десятками элитных апартаментов и сотнями роскошных домов, наряду с отелями высшей категории, богатыми магазинами и ресторанами. На сегодняшний день здесь живут около 12 тысяч человек. Когда строительство закончится, в 2019 году остров сможет расселить 45 тысяч человек. Жемчужина Жемчужина – один из самых амбициозных проектов в Катаре, предоставляющий жилые права как катарцам, так и иностранным гражданам. Название «Жемчужина» остров получил в честь жемчугодобывающей промышленности, которая когда-то процветала здесь. Остров может похвастаться самым длинным в мире роскошным променадом с видом на море. Трех с половиной километровой набережной с пристанью для яхт, элитным жильем, множеством магазинов, международных брендов и бутиков высокого уровня. Вдоль круглой лагуны возвышается три десятка жилых башен с элитными апартаментами. В центре лагуны находится остров с пристанью для 750 яхт. К услугам потенциальных покупателей более 400 городских домов и 6000 парковочных мест. Строится также подобный в Венеции комплекс с обширной системой каналов, пешеходными площадями, домами с видом на пляж и точной копией легендарного венецианского моста Риальта. Жемчужина будет условно разделена на несколько тематических районов, отличающихся характером. Так, в одном из них обитатели и гости острова найдут террасы с таунхаусами. Во втором – цепочку самых высоких зданий, окаймляющих роскошную Гавань. В третьем – небольшие виллы в полинезийском стиле. В четвертом – дома, архитектуры которых навеяны архитектурой Магриба. Уже построен район, копирующий испанскую Андалусию. В общем, создатели острова решили собрать на нем лучшие со всего Средиземноморья, а заодно из других красивых уголков планеты. Этот остров состоит из 10 основных районов. Один из них – город Централ, где мы с вами стоим. Он является торговым районом и включает в себя недорогие магазины и рестораны. Он сделан в итальянском стиле, и мы ожидаем, что он станет туристическим центром Катара. Здесь многие рестораны и дома уже сданы в аренду и начали свою работу. Ежедневно его посещают многие гости и жители Катара. Этот остров является отличительным местом во всем Персидском заливе. Здесь мы объединили различные стили. На этом острове живут представители более 52 национальностей, в связи с чем открыты рестораны с различными кухнями мира. То есть, остров включает в себя культуру многих народов, и это является его особенностью. Кочевой менталитет народа Катара не дает забыть о пустыне, откуда вышло основное население страны. Они любят отдых в традиционных шатрах и верблюжье молоко. Многие из них занимаются скотоводством, разводят овец, кос и верблюдов. Для одних это хобби, другие же зарабатывают на этом хорошие деньги. Государство поддерживает фермеров, потому что оно заинтересовано в том, чтобы в стране было свежее мясо. Верблюжьим фермам уделяется особое внимание, ведь верблюжьи скачки – любимое развлечение катарцев и многих жителей Аравийского полуострова. Самый дешевый корабль пустыни стоит 10 тысяч долларов. Эта ферма принадлежит шейху Юсуф Алявди, который, кстати, бывал в наших краях. Узнав, что мы из Кыргызстана, он очень обрадовался и поспешил поделиться своими впечатлениями о нашей стране. Я был в Кыргызстане. Это очень красивая страна. Народ приветливый и гостеприимный. Я побывал во многих странах СНГ, но кыргызы показались мне самыми доброжелательными. Хорошие впечатления начались уже с аэропорта, когда нас провели через VIP-зону, не проверяя, не осматривая наш багаж. Это произвело сильное впечатление и было хорошим жестом. Мы приехали в Кыргызстан для охоты. Поездка была насыщенной. Я уже не говорю о красоте вашей природы, горах, чистых горных источниках. Кыргызы – народ с очень богатой культурой и открытой душой. Это чувствовалось во всем. Старинный рынок Сау-Квакив – одно из главных достопримечательностей Катара, является излюбленным местом европейских туристов. Здесь можно купить сувениры, восточные сладости, ткани, пряности и многое другое. Одна из самых старых частей базара – сектор по продаже соколов. Здесь самые дорогие в мире цены на хищных птиц. Интерес к этим видам пернатых катарцы проявляют с детства, ведь соколиная охота также является любимым развлечением этого народа. Столица Катара – Доха. Чистый, красивый и, самое главное, безопасный город. На улицах Катара вы практически не увидите старые машины. Все граждане этой страны ездят на дорогих и очень красивых машинах. Самое главное – никто не нарушает правил дорожного движения. Здесь везде установлены камеры видеонаблюдения. Одна из самых привлекательных частей Дохи – набережная Корниш, предназначенная для променада. Здесь располагается большинство культовых зданий Дохи. Ночью, благодаря освещению, столица Катара становится еще красивее. В последний день своего путешествия по сказочной стране журналисты встретились с руководством Катарского информационного агентства, которое, собственно, и организовало эту ознакомительную поездку. Мы смогли увидеть, как работают наши катарские коллеги. До середины 20 века жители Катара занимались в основном добычей жемчуга, рыбным промыслом и скотоводством. Поворотным пунктом развития и процветания государства стало открытие в 1939 году нефтяных месторождений. С началом экспорта нефти в 1949 году наблюдается экономический рост государства Катар. Происходят глобальные перемены как в социальной, так и в культурной жизни страны. В наши дни 90% населения живет в городе и работает в нефтяной промышленности. Доход от экспорта нефти правительство страны вкладывает в развитие других отраслей промышленности. Избыток рабочих мест и высокая заработная плата привлекает в Катар рабочих из других стран. Трудовые мигранты в основном индусы, филиппинцы, малайцы, египтяне, тунисцы. Работают водителями, управляющими ресторанов, поварами, официантами. Есть и экспаты, то есть высококвалифицированные кадры из Европы, которые получают больше и живут лучше. Все пять дней нас возили трудовые мигранты из Индии, с которыми мы общались на английском языке. Основной темой беседы была богатая индийская культура, актеры и фильмы Болливуда, о которых, как оказалось, мы знали больше, чем сами индусы. Мансур, Мунир и Шакир не слышали о Кыргызстане, но после нашей встречи они узнали о нем. Я люблю Кыргызстан! Я люблю Кыргызстан! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова